здравствуйте я обратилась в блокнот воронеж по причине капитального ремонта фасада здания и ремонта подъезда и теплоснабжения нашего дома подъезд не ремонтируется в 4 в течение 40 лет пик комфорта у нас организация дома управления только отписки жилищную инспекцию пишет фасадом здания не занимается совсем пишем и в инспекцию пишем и в пик комфорт обращаемся в управу ленинского района и никаких сдвигов вообще нигде нет ни в теплосети не в управляющей компании не в жилищной инспекции в правительство отправляли опять переправили документы все вы жилищную инспекцию что делать мы не знаем проблемы существуют которые не решаются в городе воронеже вообще вот такая ситуация пойдемте смотреть это наше бомбоубежище вот можно здесь хранится бабкам вообще невозможно спуститься ступеньки в разбиты кирпичами все уложено провода посмотреть в каком состоянии трубы все развалены все дальше посмотреть провода висят все сыпется все падает то есть мы заживо будем похоронены здесь а вот подвал который вы снимали все время затапливала и я вызывала 100 по 112 аварийку что вы звоните сюда у звоните в управляющую компанию а в управляющей компании заявочки принимают отписывают что все сделано вот даже я вам покажу документ они даже в управу ленинского района написали и подъезд убирается и дом убирается и все хорошо все прекрасно хорошо а дальше мы пойдем сейчас смотреть весь дом а вот главный фасад здания напротив комсомольского сквера вот это железо с козырька было убрано 6 марта 6 марта сегодня с вами 12 12 апреля с праздником всех значит дожди пошли на кирпичи льются кирпичи уже без связующего материала без звездки без цемента безо всего они падают на клиентов на прохожих и на мой балкон балкон и вот смотрите с того угла слева на справа налево идем да вот и балкона разрушили совсем остались плиты взяли подшили снизу то есть снег влага все там накапливается все замерзает потом разбухает потом кичет по стенам ниже этажи второй этаж теперь трещина пошла уже на четвертый этаж вот в таком состоянии фасад здания вот здесь вот повесили они веревочки веревочки в студию зайти не могут люди клиенты мне хозяйка звонит и говорит что делать я говорю ну вы выкупили приходите решаете обращайтесь в инспекцию мы уже обращались но обращались а что толку никакого толку нет все опять предписание дали начальника остапенко оштрафовали опять все из нашего кармана в основе там ничего не делается все как было все в таком же запущение и остается вот это вот мусорка открыта всем приходящим и приезжающим и ныне живущим и ныне работающим во всех этих офисах все мусор несут сюда а жильцы за всех платят по 1000 рублей платят за вывоз мусора я живу одна за неделю если мне вот пакетик набирается мусора так хорошо а приходится мне платить по 800 рублей представляете это нонсенс это вообще управа вообще ничего не делает